1 октября начался осенний призыв на военную службу. По заданию штаба Центрального военного округа встроенные ряды армейцев станут 1204 молодых человек из Чувашии. Уже по традиции 15 самых лучших отправятся в Кремлевский полк, но нынешних призывников ждут и некоторые новшества. Об этом говорили на еженедельном совещании правительства республики. Начиная с этого года призывникам, которые имеют высшее образование, дается право выбирать, служить один год по призыву или два года по контракту. Также с 1 сентября проводится подготовка граждан, которые учатся по основным специальностям и параллельно проходят обучение военной службе на кафедрах. Суть программы заключается в том, что в течение обучения они проходят теоретический курс. По окончании три месяца, как это было раньше офицеры, теперь это солдаты и сержанты, сдают квалификационный экзамен по окончании этих сборов. И при успешной сдаче они защищают свой запас присвоения в войск звания солдат, сержант, в зависимости от какой должности он обучался. Если он квалификационный экзамен не сдает, он подлежит призыву на общих основания. На совещании обсудили и итоги реализации подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской республике за 9 месяцев текущего года. В 2014 на эти цели из республиканского бюджета было выделено в полтора раза больше средств, чем в прошлом. В результате различными мерами государственной поддержки воспользовались свыше 5000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Созданы около 1000 новых рабочих мест, сохранены 9058. В бизнес-инкубаторах Чувашской республики на льготных условиях размещено 95 субъектов малого предпринимательства. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.